Не могу отключиться. Я не умею, вернет метрофина какая-то. Продолжение следует... 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 Христос, воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во гробе живут даровав. Христос, воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во гробе живут даровав. Господи, благослови наше занятие. Не допусти нам ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Пребудь с нами в этот воскресный вечер. Храни нас в любви друг к другу, в согласии единомысля и по слову твоему. Хвала тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, первая глава. С 22 по 23 стихи. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит все Дева, в очреве примет и родит Сына и нарекут Ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Толкованием. Посему, если бы родилась не Дева, то не было бы и знамения. Итак, евреи злонамеренно искажают Писание и вместо Дева ставят молодая. Впрочем, молодую ли женщину или Деву и называет ее Пророк, все должно вродившее разуметь Деву, дабы это было знамением, то есть чудом. Комментарий Игнатия Лапкина. Как Бог, любя людей, является ему в разных видах, как это более приемлемо человеком в данный момент, так точно делает и дьявол, породив разные секты, ереси и искажения в Слове Божьем. Евреям 1.1. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. 2 Коринфянам 11.14. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Против этой беды святые отцы выставили 19 правило Шестого Вселенского Собора, запрещающее толковать Священное Писание, вопреки учению Церкви. Сегодня православные или совершенно не знают Писание, или знакомятся с ним в искаженном виде при собственном или сектантском толковании, и гибнут не тысячи, а десятки миллионов душ за такое преступное небрежение пастырями истинного толкования Нового Завета. Евреи, дальше идет продолжение толкования. Евреи говорят, почему же родившийся назван не Эммануилом, а как сказал ангел Иосифу, а Иисусом Христом. На это скажи им, что пророк не сказал «Новечешь», но «Нарекут», то есть «Самые дела покажут, что он Бог, живущий с нами». Ибо Священное Писание дает имена от дел, как, например, «Нареки ему имя Магер Шелал Хашбас, спешит к грабеж, ускоряет добыча». Исаия 8, 3. «Эммануил уже еврейское имя и значит с нами Бог». Вопрос. Так, и еще один комментарий Игнатий Лапкина небольшой. Доказательство истинности того, что они говорили. Святые мужи веры находили в Священном Писании. Истинность своей веры они подтверждали Библией, а не мироточением ковчега или скрижалей. Не тем, что в сосудах с манной не завелись черви, и благословенная манна не портится столько лет. В каждой проповеди Иоанн Златоуст открывал Библию до 70 раз. Кирилл Улисалимский говорил, что если слова его не сходятся с Библией, то, цитирую, «не верьте им не». Матфея 1,24 «Став от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень и принял жену свою». Толкование. Евангелист постоянно называет Марию женой Иосифа, устраняя худое подозрение и сказывая, что она была женою не другого кого, а его. Матфея 1,25 «И не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Надежда Васильевна, вы опоздали, не получается подключить. Раньше надо было включаться. Толкование. То есть, никогда не совокуплялся с нею, ибо слово «как» означает здесь не то, будто только до Рождества не знал ее, а потом познал, но то, что совершенно никогда не познавал ее. Писание часто так выражается, как сказано, «выпустил ворона, который вылетев, отлетал пока сушилась земля от воды». Бытие 8.6 Но он не возвращается и после сего. Еще Господь сказал, «Я с вами во все дни до скончания века». Матфея 28.20 «А после скончания разве не будет? Тогда тем паче будет с нами бесконечно». Так и здесь под словами «как разумеет, не знал ее ни прежде, ни после рождения, подобно как и Господь будет с нами не только до скончания, но и тем более по скончании века». Да и как Иосиф прикоснулся к Пресвятой, когда совершенно знал ее неизреченное рождение, называет его первенцем, не потому, будто был у нее еще другой какой-либо сын, но просто потому, что он первый родился и притом единственный, ибо Христос есть и первородный, как родившийся первый, и единородный, как не имеющий брата. Вопросы? секундочку. Благодарю. Ивангелие от Матфея, 2 глава, 1 стих. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, толкование, Вифлеем значит дом хлеба, иудея исповедание, да будем и мы через исповедание домом хлеба небесного. Во дни Ирода. Указывает на сан царя, потому что был еще другой Ирод, четверовластник. Ибо если волхвы, идолопоклонники уверовали, то какое извинение остается иудеям? Пришли также и для того, чтобы более просияла слава Христово от свительства волхвов, которые больше были враги Божии и служили демонам. С востока. И это для осуждения иудеев, ибо те пришли и поклонились Ему, несмотря на большое расстояние. А евреи, имея у себя Христа, только гнали Его. Вопросы. Матфея 2.2. «Где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться Ему». Толкование. Сказывают, что эти волхвы были потомки волхва Валаама, и что нашедшие его предсказания восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, разит князей Маава, числа 24-17. «Поняли таинство Христово, и потому пошли, желая видеть родившегося. Слыша о звезде, не думай, что она была одна из видимых нами. Нет. То была божественная и ангельская сила, явившаяся в образе звезды. Так как волхвы занимались наукою о звездах, то Господь привел их этим для них знакомым знаком, подобно как Петра Рыбаря, изумив множеством рыб, привлек ко Христу. «А что звезда была, сила ангельская, видно из того, что она ярко светила днем, шла, когда шли волхвы, стояла, когда не шли они, особенно же из того, что она шла с севера, где Персия, на юг, где Иерусалим, но звезды никогда не ходят от севера к югу. Эти волхвы были, кажется, весьма добродетельны, ибо если они пришли поклониться в чужой стране, то могли ли не проповедовать со всею смелостью в Персии?» Вопросы. Матфея 2.3 Услышав это, Ира-царь стревожился, и весь Иерусалим с ним. Ира смутился, как иноплеменник, боясь потерять царство, ибо знал, что оно не принадлежит ему. Но почему смущаются иудеи? Им надлежало более радоваться, потому что их царю еще в пеленах пришли поклониться цари Персидские. Но злые люди поистине безумны. Они не хотели наследовать пророческих предсказаний. Вопросы. Матфея 2.4 И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу? Алкованин. Первосвященники и книжники были учители народа. Их спрашивают по распоряжению Божию, дабы показали истину. И потому они подвергнутся осуждению, что распяли того, кого прежде признали царем. Вопросы. Матфея 2.5-6 Они же сказали ему, Вифлеем иудейском, ибо как написано через пророка. Толкование. Каким пророком? Михеем. Ибо он говорит, цитирую, И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводства Иудина, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Ихея 5 глава 2 стих. Этот город не обращал на себя внимания, потому что был мал, но после сделался славен, потому что из него произошел Христос. Ибо теперь все от концов земли приходят для поклонения сему святому Вифлеему. Евдеи говорят, что это предсказано о Зарававеле, но явно лгуты и прелещают себя, ибо Зарававель родился не в Вифлееме, а в Вавилоне. Вникни в имя его Зорро значит семя и рождение, а Вавель – Вавилон, то есть Вавилоне зачатый или рожденный. Но и пророчество обличает их словами, которого происхождение изначало от дней вечных. Другие бывшие тогда цари были не пастыри, но волки и хищники, а Христос есть пастырь и наставник, как и сам говорит. Я есмь, пастырь добрый. Вопросы. Отфея 2 глава 7 стих. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. Толкование. Тайно призвал их Ирод, опасаясь иудеев, ибо подозревал, что иудеи, быть может, скроют младенца и постараются спасти его, как своего будущего избавителя. Посему тайно хотел погубить его, тщательно разведывал, потому что звезда явилась в волхвам прежде рождения Господа, так как им надлежало употребить много времени на путешествия. Но звезда явилась им задолго, дабы они могли поклониться ему, когда он был еще в пеленах. Впрочем, некоторые говорят, что звезда явилась им во время самого рождения его, и что волхвы шли два года и нашли Господа с матерью не в пеленах и не в яслях, а в доме, когда ему было уже два года. Но ты лучше держись выше сказанного. Вопросы. Нет вопросов. Матфея, 2 глава, 8 стих. И послав их, Вифлеем сказал, пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы мне прийти, чтобы мне пойти поклониться ему. Толкование. Не имея в себе злонамеренности, они думали, что и он говорит незлонамеренно. Вторая глава, 9 стих. Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Толкование. 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 Возрадовались тому, что не ошиблись, а нашли, чего искали. Матфея, 2 глава, 11. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну. Толкование. 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 Вот царское достоинство, означаемое под образом льва, а выражение «преклонился» означает «умерщление». Матфея 2.12 «И получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Заметь последовательность. Бог сперва звездою привел волхвов к вере, потом, когда пришли в Иерусалим, через порока сказал им, что Христос рождается в Вифлееме, и наконец дал им наставление через ангела. «И они повиновались наставлению, то есть Божественному Слову. Получив наставление от Бога, поругались Ироду, не побоялись и преследования его, но положились на силу рожденного и сделались истинными свидетелями». «Как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священно действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Пророк Исаия, 30 глава, 12-13 стихи. «Посему, так говорит святый Израилев, так как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающее падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которая разрушение настанет внезапно в одно мгновение». «Очень часто, читая прямое указание Библии, мы приходим к лучшему пониманию данного места, исходя от обратного. То есть, если сказано, что Бог за что-то одобряет, говорит хорошо, то ясно, что если мы делаем напротив указанного, то окажется нехорошо, пагубно». 2 Петра 1, 19. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». «Весьма нехорошо и смертельно опасно не обращаться к Слову Божию при разрешении любого вопроса или местописания. Если наличие в руках Слова Божия дает гарантию света, то отсутствие его дает гарантию нахождения во тьме, во мраке. Какое страшное преступление совершают пастыри, не приучившие доверившихся им обращаться к этому божественному светильнику, Слову Божию». Матфея 2, 13. Когда же они отошли, все ангел Господень являются во сне Иосифу и говорят «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Толкование. «Вот для чего Бог попустил деве быть обрученную. Здесь видно, что сделал Бог, дабы Иосиф внимательно заботился о ней. Бежит Господь, дабы уверовали, что Он и истинный человек. Ибо если бы Он, попавший в руки Ирода, не был убит, то подумали бы, что Он воплотился призрачным. Бежит во Египет, дабы осветить Его. Особенно два места были гнездом всякого нечестия. Вавилон и Египет. Итак, от Вавилона Он принял поклонение через волхвов, а Египет осветил собственным присутствием. «Будь там до тех пор, пока не получишь повеление от Бога. И мы ничего не должны делать без воли Божией. Заметь безумие человека, желающего взять вверх над волею Божию. Ибо если родившийся не от Бога, то чего боится? Если же от Бога, то как может погубить его?» Вопросы? Значит, тут вопрос от Анастасии Дробот. «Волхвы спрашивали о царе иудейском у Ирода. А Ирод спросил у книжников, где должно родиться Христу. Непонятно». Игнать Тихонич, сможете ответить? А что именно? Ну, что именно непонятно? Ну, непонятно, я так понимаю, что зачем волхвов спрашивать Ирода, когда Ирод сам ничего не знал. Ну, во-первых, это иноземцы пришли. И про знание Ирода они ничего не знали. Они знали, что он царь. И раз родится царь, то куда идти-то? Родился новый царь, где в царском дворце. Куда они пойдут искать-то, когда уже назван был адрес. Адрес, что царь. Но никто не знал, что царь это с другого места пришел. Вот и весь ответ. А оказывается, царь-то ничего и не знает. Он просто заходил в храм, свечки зажигал, крестился. По-нашему рассказать-то. И креститься-то не может. Подмышку руку толкает. И он ничего не знает. И у него другие задачи там. Разбомбить где-то еще и... Понятно, да. Матфея, 2 глава, 14-15 стихи. Он взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына моего». Толкование. Иудеи говорят, что это сказано было о народе, изведенном из Египта Моисеем. Отвечаем. О народе это сказано прообразовательно, а истина исполнилась на Христе. При том же, кто есть Сын Божий? Уже ли народ, поклонявшийся идолу, во афигору и истукану или истинный, с... или сам? Вопросы. Матфея 2.16 Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев Вифлееми и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Толкование. Как фараону Бог посмеялся через Моисея, так Ироду посмеялся через волхвов, так как оба они, и Ирод, и фараон, были где-то убийцы. Фараон потому, что убивал в Египте еврейских детей мужеского пола, а Ирод потому, что избил детей в Вифлеемских. Разгневался на волхвов за то, что презрели его и не возвестили ему о родившемся царе, которого он хотел открыть и умертвить. Посему и велел избить всех младенцев, дабы вместе с ними убить и помазанного. Для чего же попущено избиение младенцев? Для того, чтобы обнаружилось злоба Ирода. Притом младенцы не погибли, но сподобились великих даров. Ибо всякий, терпящий здесь зло, терпит или для оставления грехов, или для умножения венцов. Так и сии дети больше увенчаны будут. Вопросы. Откуда такая уверенность, что вот эти вот младенцы будут увенчаны? На чем она основана? Игнатий Харькович. Обоснование такое, что каждый будет судим по своим делам, а у младенца никаких дел нету. Ни положительных, ни отрицательных. Вопрос вообще даже не о чем задавать-то. Уверенность, а какая даже? Они погибли, пострадали. И что, теперь за это их Бог наказывать будет? Ясно дело, что они увенчаны мученичеством. Это первые мученики за Христа. Дети невинные, которые родились. Ну, ясно дело, что еврейские дети были обрезанные. Мальчики до двух лет. Тут даже вопрос не надо ставить. Если бы не было написано, а задали вопрос, мы так и ответили бы. Если даже те, которые уже более взрослые были, и то таковых и царство Божие, Христос брал их на колени, обнимал, то тем более эти, которым жизни-то не дано, и они оплакиваемые были матерями. Сегодня другой вопрос, что мощи их нашли. Вот это вообще, это с ума сойти надо. Какие мощи две тысячи лет прошло? Младенцы, их мощи. Это православные только могут придумать ради мощей. Потому что вся мощь в мощах. И нельзя не остановить ничего. Не знают, не могут отличить, что такое проповедник, благовестник и миссионер. Вообще не знают. Я не знаю, знает ли патриарх это. Иначе бы зачем образовали миссионерский отдел. И никто не может в мире ни одного отдела создать. Если есть люди, рожденные свыше, Господь посылает подвое. Подвое. Павел пошел, когда ходил с Варнавы. Марк там прилепился. А потом разошлось все. И он его сразу больше никогда не вернул. Открытым оком видно. Ты 12 человек по два отправил. 70 избрал. Еще 35 групп. Это что, миссионерские отделы? Отдел-то никак не может быть из двух. Но и действия-то их какие отличались. А они знали, что в человеке Бог открывал. Сегодня ничего не знают. Сегодня задача самая жестокая, непримиримая, злобная. Лезут в эти отделы. И у них только нападать где-то, кого-то там пытаться уязвить, друг друга пожирать. Они ничего не могут делать. У них ничего нет. Понятия о Боге даже нет. Как Сахарана смеялся. А тут совсем даже духовным не надо быть. Какая польза от Дворкина или какая? Такая поссорит людей. Но однако же это на уровне патриарха все делается-то. Как это так? Прямо наставляет. Бери кирпичи, бей окна в аптистов. Его прямо на месте надо в студии было арестовывать. Ничего нету. Это все отомстится. Государство стало на сторону православных. Души других запрещает. Нам это отольется очень и очень больно. Придется харкать кровью. Власть потянет за собой всех, кто ее придерживал. Есть ответ. Закончил. Слава Христу. Евангелие от Матфея, 2 глава, 17 по 18 стихи. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит. Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Толкование. Рахиль был сын Арахили, а Арахиль погребена в Вифлееме. Пророк называет Вифлеем Арахилью, потому что она погребена была в нем. Плач и рыдания были слышны в раме, то есть на высоте, говорит далее пророк. Рахиль, то есть Вифлеем. Вопросы? Вопросы? Младенцем, дабы он попал в рай, потому что верят, что некрещеный младенец, он в рай не попадет. Но он же дел никаких худых не сделал, что же Господь его некрещеного за это будет мучить теперь, душа будет. Такой вопрос возникает. Вам отвечать на это ничего нельзя, кроме того, что написано. Крещение было прообразовано обрезанием. Четко и ясно послание к Колоссиям 2 глава 11 стих. И там, если кто не примет обрезание, да истребится душа-то. А за что? Да он виноват, да ребенок. Тебе не надо, нарушено повеление. А где они будут? Писание не говорит. А раз не говорит, и нам рассуждать не о чем. Иоанн Златоуст говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Я не знаю. Бог скрыл и... Ну, мучить он ни за что не будет. Это определенно. А где он будет? Как? В каком месте? Мы этого не знаем. Что в Библии написано, это мы можем сказать точно. Здесь не написано. Но что там речь шла не о Рахиле, то и так понятно. Она плачет о детях, которых нет. Она, когда умирала, у нее было два ребенка, оба живые. То есть совершенно к ней не относятся, что их нету. То есть никак. Это прообразовательно. По месту захоронения называется город. А теперь это... Ну, тут тайну-то можно было разгадать. И если Господь так сказал, а почему так? А почему избрал еврейский народ, а не русский? Ну, такие же люди. Среди нас живут евреи, но они не такие, как мы. Я говорю, вот у нас была, когда это... Фатина Соломонова-то, Соломонова-то, Фая. Она прямо сказала. У нас за 2000 лет не было ни одного ребенка, который был неграмотный. Попробуй опровергни ее. Он совершенно ничего не понимает, как говорят, аутизм или дебил, но все равно они ему как-то вытащат, каким образом дадут диплом. И он будет бумажки из кабинета в кабинет носить. Он не будет с тобой работать вместе в шахте на лесоповале. Это в народе заложено. А русским нужды нет. Лежит на остановке, из-под него лужа течет. Она говорит, а ты, я сегодня видела. Вы как думаете, это русский или еврей? Я говорю, русский. Правильно ответил. Еврей не будет там лежать. Они всем кагалам будут стараться, чтобы он нигде больше не опозорил. С одним наказанным евреем я работал. Что он сделал, я так и не узнал. Но он какой-то как вот блаженный, чем-то на меня похожий вроде. И мы так сошлись с ним на корабле. Я впервые от него услышал об Абим Яре стихотворения Евгения Евтушенко. За что они его направили? Ну, ничего там. Настя с нами канаты таскал, там где выбивал к линии. Бог знает. Мы должны четко сказать. Писание умалчивает. Все. А кто знает? А кто знает, мы имеем основание не верить. Ни на чем не основанное. У нас святые отцы, как говорят, ничего они не говорят. А священник к этому играет. Вот у нас недалеко через Опер, рядом, прямо Новый Алтайск, называется город-то. Я не знаю, сколько там тысяч-то. Ну, тысяч, наверное, 30-то есть. Никак не меньше. Там заводы, пабрики, многоэтажные дома. Да больше даже. И вот они там. Там был отец Михаил, фамилия Погиблов. Ну, прям крещащая, звучащая фамилия Погиблов. И они нарисовали икону. Большая икона. Разорванные младенцы, валяется голова, ноги. Это для абортниц сделали. Так там толпа все время женщин-то. На вторую букву, говорит, названная алфавита. И они там прямо передают икону. Это там и молятся. И все. И придумать это все надо. А почему? А раз они молятся, кому мы этим младенцам выходят. Ну, не Ира даже молятся-то. Ну, и как-то ближе все-таки к Богу будут. Я съездил, посмотрел, правда. Икона очень красочная, вся кровью залита. Страх наводит. Это только мы можем это сделать. Католикам никогда до этого не додуматься. Мы неповторимая нация. Все гибнет, и чем хуже, тем лучше. Все. Матфея, 2 глава, с 21 по 23 стихи. А, нет, с 19 по 20. По смерти же Ирода, сей ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Толкование. Горькую кончину имел Ирод. Он изверг свою нечестивую душу, быв повержен горячкую, болью в животе, водяною в ногах, гниением тайного члена, порождавшим червей, одышкою, трясением тела и судорогами, не говорит, беги, но иди, потому что страха уже не было. Вопросы. Матфея, 2 глава, с 21 по 23 стихи. «Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву, услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. У нас будет сореченное через пророков, что он Назареем наречется». Толкование. Ирод оставил трех сыновей, Филиппа, Антипу и Архилая. Архилая назначил царем, а прочих, тетрархами, четверовластниками. Иосиф убоялся идти в землю Архилая, то есть в Иудею, потому что Архилай подобен был отцу своему. Галилея была земля не израильская, а языческая, посему иудеи смотрели на ее жителей с омерзением. Как же Лука говорит, что Господь пришел в Назарет спустя сорок дней по рождению, то есть после того, как принят был Симеоном? А Матфея здесь говорит, что он пришел в Назарет по возвращении из Египта. «Знай, что Лука сказал о том, о чем умолчал Матфей. Лука говорит, что Господь, проведший по рождению в своем сорок дней, пришел в Назарет. А Матфей повествует о том, что было между Сим временем, то есть Господь бежал в Египет и потом из Египта возвратился в Назарет. Итак, они не противоречат друг другу. Лука говорит о прибытии в Назарет из Вифлеема, а Матфей о возвращении в Назарет из Египта. Он Назареем наречется. Какой пророк говорил о Симе? «Этого не находим ныне, ибо по нерадению евреев и по причине частых пленений много пророческих книг погибло. Впрочем, может быть, это пророчество известно было иудеям и по преданию. Назарей значит «освященный», поскольку же Христос свят, то прилично назывался и Назареем, ибо святым Израилевым Господь называется у многих пророков». Вопросы? Евангелие от Матфея, 3 глава, 1-2 стихи. Те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне иудейской и говорит «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Толкование. Иоанн послан был от Бога для обличения иудеев, дабы они, познав свои грехи, покаялись и таким образом приняли Христа. «Ибо кто не сознает своих грехов, тот не приходит в покаяние». Иудеи были горды, посему Иоанн побуждает их в покаянии. Царствием Небесным называют первое и второе пришествия Христа и добродетельную жизнь. Ибо если мы, живя на земле, ведем себя по-небесному, живем без страстей, то имеем Царствие Небесное. Вопросы. Матфея 3 глава 3 стих. «Ибо Он тот, о Котором сказал порок Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Толкование. Исайя 41.3. «Путем называет Евангелие, а с тезями законные учреждения». Посему как бы так говорит. «Будьте готовы к евангельской жизни и законные заповеди творите право». То есть, духовно, ибо прав Дух. Микрофончик выключи, пожалуйста. Матфея 3 глава 4 стих. «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на череслах своих, а пищу его были акриды и дикий мед». Толкование. «Иоанн располагал к покаянию и словам и самым видам своим, ибо носил одежду плачевную. Говорят, что верблюд есть животное среднее между чистым и нечистым. Он чист, потому что отрыгает жвачку, и не чист, потому что имеет нераздвоенные копыта. Так как Иоанн приводил к Богу и мнимо чистый народ иудейский, и нечистый языческий, и был серединой между Ветхими и Новыми Заветами, то и он носил одежду из верблюжьих волос. «Все святые в Писании представляются опоясанными, как непрестанно пребывающие в труде, ибо нерадивые и преданные чувственности, как, например, сарацины, не опоясываются. Они представляются опоясанными кожаным поясом, как умертвившие в себе страсти плотского вожделения, потому что кожа есть часть мертвого животного. Вопросы? Час прошел, слово вопрошающим Игнатию Тихоновичу, пожалуйста, полчаса в вашем. Игната Сергея, Христос Воскрес! У меня такое суждение возникло после толкования на стих от Матфея 3.3, где написано, что законные заповеди творите право, то есть духовно, ибо прав дух. Не поэтому ли наши святые отцы веру православную назвали через слово право, православное, то есть духовно, а не просто правильно славить Бога, как такое на ум идет у нас первое объяснение. Отошел. А что тут говорить-то? Я не знаю даже на что отвечать. В чем вопрос? Происхождение, слово приставки право, славное к нашей вере, право. Я читаю толкование, что оно понимается еще как духовно, то есть духовно, прав дух. Толкование на стих от Матфея 3.3. И такая мысль пришла мне в голову. Ну что, православное. Вам это имя, слово растолковать надо? Да. Ну правильно, славяще. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресне, и во веки веково. В этом все православие. Доказать, что... Вот представьте, когда читали Евангелие, получается равное Отцу и разные личности, и в то же время Бог один. Это впервые такое встретилось. И не случайно, что другие, там, новые веры, они по-другому понимают. Это не может быть, чтобы у Бога сотоварищи были. Так называют. Миллиарды при том. Но никак нельзя. Если собирать, разделить, явно видно, что это разные личности. А в общем-то один Бог. И тогда было, вот это слово принято, троица. Отец и Сын, и Святой Дух, и равные, неслиянные, и неразделенные. И поэтому мы выразились, ну мы, православные, в молитве «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Которые не признают троица, они молятся так. «Слава Отцу и Сыну во Святом Духе». Как будто бы все поминается. На самом деле никакой троицы уже нет. И главный вход в церковь через крещение. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Так три Бога. Бог-Отец? Да. Бог-Отец? Да. Бог-Дух Святой? Да. Ну три же, три. Нет, это единый. Поневоле, говорит, голова закружится от такого учения-то. А мы легко это принимаем где? В молитве. Мы правильно славящее. Славим Отца и Сына и Святого Духа, и насущную троицу. Этого слова нету. И вот сектанты, разговариваешь с ними, а мы только по Библии. Я говорю, откуда вы такие слова берете? Проблема. Я говорю, нет, зачем вы употребляете? А потом, подкатываясь на важное, я говорю, а вы признаете, что троица? Конечно. А где вы взяли это слово? Да вы же у нас их взяли, у православных. Как вы узнали, что четыре Евангелия? Их было двадцать. Как? Они не знают, как. Как? В алтаре на престол положили, как профессор Марсенковский описывает. Запечатали. Утром пришли, все эти валяются, а четыре Евангелия лежат. Матфея, Марка, Луки и Анна. А кто это выяснил? Восемьдесят пятый апостольский канон. Правила. Еще следующий собор будет утверждать это. Вот откуда. Вы от православных взяли, Библию любите, от православных. А кто перевел на русский язык? Они уже боятся говорить, сектанты, еретики. Православные. Я их перечисляю. Вот такого-то знали, Архимандрита Макария. Он принял участие. А Хвольцина Данила Абрамовича тоже не знаете. А Павловского Герасима Петровича, перечисляю всех. А Дроздова, митрополита Филарета, не знаете. Так вы взяли готовое и Бога не благодарите. У вас все православное. Вам только надо стать православным. И вот то ли Господь как-то трогает, или как бывает, прям сразу начинает каяться. Да как мы, как слепые были. Вот возвращение домой, Питера Гилквиста, об этом написано. А что, это вот это миссионерский труд. Когда только языком ты говоришь, остальное все совершает Бог. Он указывает, какие слова сказать кому, на каком основании. Даже, ну, растолкование не считаешь. А Господь его высвечивает. Это труд Духа Святого. Они ничего не понимают. И надо быть очень осторожным. Они могут собирать всякую грязь друг к другу. Вот вам уже там что-то сказал кто-то. С, Д, обязательно там буква С и Д. Сатана и дьявол. Вы его сразу в черный список. А другой, правда, не правда. Ну, тебе как удобнее. Правда, правда, все, до свидания. Иди к ним, собирай что. А у них ничего и нету. Правда, не правда. Говорят, что силы князя Бесовского Вильзиула. Ну, если ты расположен ко Хрису, разве такой вопрос у тебя возникнет? Ты же понимаешь, что это дьявольское отродье. А здесь нету. Объясните, а вас там пишут правильно, неправильно. Да мне что пишут, вам за жизнь не прочитать. А что я написал вам? За 10 жизней не прочитать. Ну, ты избери. Какой край-то, а что? А он ушел сейчас, его нету. Потеряйки был. Его, считай, в наручниках увезли. А он теперь везде это распространяет и рассовывает. Он еще не опомнился. Всю веру потерял. Ничего нету. Столько добра было оказано. А теперь он везде собирает чужую блевотину со столов. Исаи 5.20. И рассылает. Ну, на тебя, если выходит, значит, он по духу определяет, что ты чем-то, ну, близок ему. Зачем он на тебя выходил? А ты его запечатал, ты показал, я не такой. А то расспрашивает как-то с других стран. А что я буду тебе отвечать-то? Ты смотри, что тебе ближе приходит. Вот возьми. Там Наталья усатая. Я не вижу, сегодня она или нигде нет. Это Валентине с Артисоном там ответили. Да она его сразу в черный список загнала и все. Ты же видишь, что сатана и дьявол. СД. Он ничего не может дать. А вот под каким епископом вы? Да-то вы под епископом. Под ним семинаристы и все. А я зачем туда полезу-то? С ума сошли? Под епископом под каким? То есть они плотские люди. Вопросы-то плотские. Не понимают, что супер уникальную возможность нам, да, Бог, быть свободными, ничего не отрицая. Просто мировой практики такого не было. Вот на этот момент соединение. И архиерея Московской Патриархии у нас служит. И мы причащаемся и относимся к зарубежной церкви. То есть мы не соединены с ними. Они над нами никакого права не имеют. Это еще чудо Божье. И они это слышали, не раз, что я говорил. Опять свое. А почему ничего нету? То, что они обязательно где-то в миссионерских отделах. Отделах злобы, ненависти, презрения ко всем. Вот эти отделы собирают самые пенки такие. Тут, понятно, и так. И спрашивают, меня же и спрашивают. Я тебе еще могу ответить. Избери. Избери то, что у нас есть на канале. Я вот сегодня как раз о миссионерской работе ролик выставил. Только что сейчас выставил. Посмотрите. Нравится то, что у них. Ну, двери открыты. Заходи и кушай, что тебе подают там. Наше питание ни с чем не сравнится. Здесь все. Вся Библия в ответах, которые я даю. Все святые отцы употребляются. Жития святых и каноны. И опыт жизни. А у них ничего нету. Нету. А от чего? Зависть. Зависть. Зараза съедает человека. От зависти Христа предали. Завистью дьявола смерть вошла в мир. Дьявола. Завистник над человеком. Завистью дьявола смерть вошла в мир. Премудрый Соломон говорит. Ну и по зависти продали братья Иосифа. Это Стефан говорит перед побиением. Пилат говорит. По зависти предали Христа. Они завидуют. У них ничего этого нет. Ни свободы никакой. Ни понятия. Ни радости. Свободы в Духе Святом. Где Дух Господень, там свобода. Они не могут сказать ничего. Видя безобразие вышестоящих иерархов. Они нигде не восстанут. Нигде. У меня об этом все сказано. Что они делают, все показано. Андрея Кураева они не могут сейчас скрутить. Он вышел. На простор. Вот весь ответ. Игнатий Тихонович. Это Ольга. Конечно. А подпоясываться женщинам тоже надо? Христианкам? Оленька, я не совсем понял вопрос. Потихоньку. Пояс, пояс нам носить тоже нужно? А вот не написано. Но написано, что пояс Богородицы привозили. Значит, она носила, и вам не надо спрашивать тогда. Да вам проще всего там, то фартук подвязала, то указаний нет на это. Но, однако, пояс Богородицы, это все знают, привозили его тут греки, эти торгаши. Я на этот вопрос ответил. Патриарх говорит. Кое-какой народ у нас, сколько верующих. Люди по 8-10 часов в очереди стояли поклониться. Это как раз показывает полное неверие. Он даже не может определить верующего от неверующего. А кто сказал? Я сказал. Больше никто не говорил об этом. У меня свобода. Где Дух Господень, там свобода. По свободе определи, какой Дух. А они только так вот. А вот у него того. Они не могут отличить сектанта от православного. Как доктор богословия патриархийный Павел Бочков пишет. Вы по-разному воспринимаете, Игнатия. Это я знаю, говорит. Но тысячи человек, которые пришли, и все пришли в московскую патриархию, вы куда скинете? А можно так как-то, чтобы по-другому так все пока отметил? Мужи, братья, у меня вот такой вопрос возникает, когда я общаюсь иногда по скайпу, по интернету с некоторыми сектантами и вступаю с ними в полемику. Я вот не могу понять психологию наших сектантов, которые лгут о том, что православные христиане поклоняются крашеным доскам, холстам, а не первообразам. Вот как бы им не объяснял, что ты поклоняешься не холсту, на котором образ, а самому первообразу, до них не доходит. Ну и другой меня, например, смущает, почему у нас все-таки священники, которые крестят в нарушении канонов, не тремя погружениями, а обливанием и мочением, убеждены в том, что они поступают правильно. И более того, заявляют, что это крещение истинное, а если кто после этого будет креститься по канонам, но слово каноны они никогда не употребляют, но подразумевают, то это называется перекрещиванием, что запрещено нашей церковью, ибо мы верим во единокрещение. Вот откуда у людей такое заблуждение, причем глубокое, их никак не переубедишь, в том числе и наших священников в горе, которые не крестят, а мочат лбы людей, в том числе и в нашем святотихоновском храме. Ну, за деньги, разумеется. А о чем тут спрашивать опять? Они неверующие, ты отойди от них. Как патриарх Алексей говорил, крестить там, где полное погружение, а они нет. Ищите такие храмы, да что искать-то, ты узнай сначала, кто безобразничает, и сразу запрети их, как правило гласит. Если нехтение погружения, да будет извержен, из сана извергается. Он никто, бандит в рясе. Патриарх говорит, Алексей говорит, каких бандитов принимали в церковь? Так ты же принимал-то их. Ты же рукополагал их. Поступают часто, говорит, нарекания, что от священников пахнет водкой и табаком. Вот хорошее. Ну, а еще у кого? Может, у старобрядцев? Может быть, у баптистов? У кого? Табаком и водкой пахнет. А только и показывает священник, кто дерется, то на машине кого задавил. Ну, что ж тут не понимать-то? Еще спрашивает, а может, фейк это? Даже фейка никакого нет. Ничего нет. А вот один раз, ну, один раз-то его не было, один-то раз. Крещение означает погружение. Он правильно говорит священник, так его не было. Ну, а где погружение-то было? Слово крещение выкинь. На место его ставь погружение. Это в оригинале стоит. Ну, где оно погружение было, когда на капельном полу я стоял? Весь ответ ему. Он неверующий. Слепой ведет слепого. А ты противостань. Вот у меня знакомый директор, издательство «Алтайская правда» губернтской газеты. Он пошел крестить, я не знаю кого, ну, то ли внущатку или что-то. Воды мало. Он говорит, а почему воды-то мало? Как погружать? Ну, это вот, я хочу, чтобы было полностью, полное погружение. Ну, вода холодная, ее надо греть. Ну, и грейте. А мне смеется и говорит, наши встречи зря не прошли. Ну, и они закосились. Значит, почему он так делает? Как? А когда узнали, что это он от меня научился, теперь все стрелы в мою сторону полетели. Ты стой твердо на этом, и все. Еще сотни, может быть, уже церквей построили, купели. Баптистерии, но в них не крестят по-прежнему. Какая-то чашка. Младенца не могут покрестить. Здесь вот я вижу, тут Виталий Калиников, он составляет о нашей общине, и там все это показано. Священник ребенка держит, а тот раз, в макушку головы вода коснулась, потом раз, ножки коснулись, а весь сухой. То есть, вот эквилибристы, шут с бубенчиками. Вот попробовал бы обрезание так делать где-то. То ноготь обсриг бы, то возле носа шкурку снял. Что, вы признали они за обрезание? Ну, а то вот мошенники. Ну, ты-то зачем к такому идешь-то? Найди друг, настоящего священника. Вот у нас нынче 8 июля будет крещение. Июля. Издалека приезжают люди. Бог милостивый пока еще. А маленького ребенка боятся погрузить, иначе он утонет. За 2000 лет ни один не утонул, нигде. Этого не было. Лгут. Вот человек пришел, надо сразу крестить. А почему? А ну его машина задавит. Вот кто пришел в церковь, сразу очередью машины стоят и ждут, когда он выйдет, чтобы задавить его. Ну, мы клоуны, никакие не верующие. Остались одни, говорит, кто? Актеры, как Игнатий Бричининов говорит. А актер ничего не сделает. И что они примутся делать? Все, говорит, на выворот, и все испортят. Игнатий Бричининов говорил это. Пятый том. И все испортят. Актеры. Монашество кончилось. Это он еще говорил 200 лет назад. Я в монашество пойду. Пусть меня научат. Безумие. А ты иди прямо, твердо, не тони. Свидетельствуй. Вызови огонь на себя. А гонят-то вас, а не меня. Так это, значит, мой путь Христов. Христа гнали еще, только родился. И до самой смерти. Гнали меня, будут гнать и вас. А тебя как? Ты живешь, тебя не гонят. Как это так? Значит, ты сам определился. Если ты христианин, прямо написано. Да и все желающие жить благочестиво, жить только, правильно, будут гонимы. Ну, прочитал, велика ваша награда, когда и поносить будут вас. Велика ваша награда, не в небесах, за имя мое. У тебя награды-то никакой нет. У тебя никто не гонит. А тебя гонят. Меня гонят, я поэтому молюсь за них, и чтобы Бог в судный день не поменил их безумие. Это они друг за друга прячутся. А когда с одним встретишься, от него ничего нет. Ужижи течет только, и все. Отошел. Так, давай, говори. Игнать Тихонович. Фроликова-то нету, и задавать некому вопрос. Игнать Тихонович, слышно меня? Здесь Фроликов. А, ну и слава Христу. Игнать Тихонович, слышно? Я слышу, Евгений. Ну, я слушаю ваше рассуждение. Вот вспоминается мне вот эта переписка ваша с ермонахом Биенном Григорием. И вот вы ему дали и пить семью, молчать. Потому что везде как бы он шел на конфликты. Там, в тех местах, в тех церквях, где он был. И он там в одном письме пишет, что он как бы начал исполнять это молчание. И я так понял из его письма, что он как бы начал потакать беззаконие. То есть, когда творилось беззаконие, а он там в храме прислуживал, и он как бы молчал. Вот то, что там творилось, может быть, там торговли и прочие вещи, и то, что как не по канонам действия. Делается. Вот. Я рассуждал так, если прийти в какой-то храм, ты не можешь сразу кого-то исправлять. Тебе сразу поставят на место, скажут, а кто-то такой, чтобы мне указывать. То есть, это нужно иметь уже какое-то весомое место. Это ходить в один храм, и может быть, не один год. Чтобы там, ну как бы... Я думаю, что так вот невозможно. Сразу выгонят, потому что... Я так вот рассуждаю, невозможно. Евгений, вопрос-то в чем у тебя заключается? Если бы я письма не сохранил, ты бы не знал. Этого не знал, вопросы не задавал. А я все переплетаю, письма перепечатываю. Хорошо это или плохо? А? Сейчас Евгением я закончу. То, что я сохраняю, вот эту переписку, эпистолярное наследие, это хорошо я сделал или плохо? Что-то не слышит, наверное. Ну, что-то я хотел с Евгением... Давай, Сергей, говори. Да, я хотел бы дополнить. Ну, в общем-то, вы показываете пример и такого не словесного, не голосом обличения, но и письменного. Я тоже этому примеру последовал. И когда у нас пошли безобразия в храме, я стал писать и священнику официально запросы, их называл увещаниями. И в интернете у меня, в фейсбуке тоже идут такие вот обличительные статьи, за что меня священник Николай упрекает, что, мол, в фейсбуке я, так сказать, критически к нему отношусь. Но я это не страшусь, а правду-то пишу. Хотя я не отвергаю того, что я сам человек еще недостаточно крепкий и грешный. Но правду надо говорить при любых обстоятельствах. И по поводу первого вопроса, который задал Сергей Павлович вам о младенцах, убеденных Иродом, что они отошли ко Господу без крещения. И что с ними будет? Ну, мы знаем из Ветхого Завета, что и праведные, и неправедные все шли до единого в ад. Но в аду была Луна Авраамова, поэтому разные места и в аду бывают, и для грешников, и для Авраама, именем которого был назван, названа это Луна. Ну, все, которые были в Луне Авраамовом, после пришествия туда, в ад Христа, были взяты в рай. Вот такое у меня возникло осуждение по этому вопросу Сергея Павловича. У меня все, я отошел. Спаси Христос. Ну, и кроме того, они омытые кровью, а у церкви потом появилось такое крещеное кровью. Я говорил об этом. Ведут его на казнь. Начальник, полковник. И теперь мы его знаем, как Георгий Победоносец. А он воинам говорит, они слушают внимательно. И 47 человек сразу обратилось. Их казнить всех. А они, да теперь-то надо больше вести этих стражников-то. А они им свидетельствуют о Христе. Крещения никакого у них не было. Теперь 700 человек обращается. И вот такое вот набирается. Да где они? Они же без крещения. Крестилось кровью. Они не отрицали это крещение, но возможности не было. Поэтому Бог не связан этим. Мы знаем порядок такой. «Покайтесь и докрестите каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Но в доме Корнилия было наоборот. «Покайтесь, получите Духа Святого, а потом крещение». Почему? Потому что они не знали принимать, не принимать. И Бог поменял порядок для них. А дальше все стало на место. Бог Господин Суббота и Господин Правила. И потом Петр ссылается. «Мог ли я препятствовать, когда они так же получили Духа Святого?» Он как раз и на это оперся. Да я не один был, он взял шесть человек с собой. Ну надо просто... Мысли-то глобально. Тем более все описано. Все. Давайте, еще время у нас есть. По-моему. Еще семь минут. «Мусульмане не крещеные, это, наверное, все плохое место». У меня, Володя, нету, переводить некому, все не понимаю. Почему-то то ли я плохо слышу или что. Вопрос в чем? «Ну, мусульмане-то, наверное, в плохое место идут, да?» «Да нам зачем об них рассуждать-то?» Это вопрос не ко мне. Господу Богу вопрос задайте. Они не крещеные, неверующие Сына Божия не имеют жизни вечной. «Нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало бы нам спасти». Деяние 4.12. Евангелие Теана 3.36. Вот эти места уже показывают, что нету там рая для них. Нету. Если они слышали и не принимают. Но больше я что могу сказать, кроме написанного? Ну, давайте, время-то уходит. Игнатий Тихонович, мы, наверное, научились не задавать вопросы, не исследовал самостоятельно возможный ответ на него. «Надо от хорошее дело». Это Иоанн Златоуст говорит. А теперь знай, что вот у нас здесь Марина, и она ждет от вас согласования, когда поехать. Чтобы... Да, я ей написал, у меня вопросы возникают по отпуску моему, не все от меня зависит. Я подневольный тоже человек на производстве. И во вторник еду в министерство на отчет. А там очень строго относятся к нам, так что могу приехать без погон. Поэтому прошу ваших молитв. Помоги, Господи. Но она ждет ответ, чтобы приехать вовремя. Речь идет об июле. Июль. В июле. Первое чисто, хотя бы не позже там, пятого. Вот это уже центральное. Дня три надо у нас побыть и до крещения. Я услышал. Если бы раньше они приехали, а то там уже поздновато идет, уже к закату поворачивается все. Побольше побыли бы вместе. Ну что, все, наверное. Молиться надо. Спаси Христос. Слава Христу, слава. Нет, 26 минут. Еще 4 минуты наши. Так, если вопросов тут нету, я вызвал сейчас. Володя Пащенко здесь. Володя, взял грабли-то или нет? Сейчас возьму. Как он не отдал-то, почему больше недели? А я тут кверх ногами все поставил, искал. Я огорчил зверевому Маргариту. Она говорит, грабли никому не давай их. Положи дома, обойдетесь. Я приеду, сам черенок сделаю ему. Понял. У нее есть самодельное, до того хорошее. Между ними трава не набирается. У нас такие были у меня, нету. Все время теряется инструмент. Берут, на место не кладут и жалоба на вас. А что, пломбу-то поставил на Рыжском? Спаси Христос. Я как будто с вами побывал. Не упустите воду. Там и здесь, на втором мостике, и здесь держите. Везде проверьте. Прибывать больше не будет где-то. С этой стороны, если вода проходит, то туда можно как-то сделать, чтобы плотнее было. Я имею в виду на пруду, даже на Храмовом. Когда рыбу-то поедете покупать? Сегодня было собрание, они отказались от рыбы. Ух ты! Ну а что отказались? А сколько надо платить? Не знаю. Ну ты узнай. Узнай, мы сами купим. И скажем, за деньги будете рыбачивать. Вот мы им гостиниц приготовим. А почему отказались? Ты что, боятся, что сдохнет? Или денег жалко? Или лениво сохранить ее? Боятся, что сдохнет. Ну ладно, Володя. Тут все везде один. Я с кошкой туда-сюда лажу, по лестнице трясусь. И везде без тебя. Только вспоминаю тебя. Я разбаловался с тобой. А сейчас все заново, все сам делаю. И варю, и... Тут-то я еще разберусь. А с кошкой туда-сюда лазит, это все шатается везде-то. Я могу рухнуть. А если уже рухну, больше мне не встать. Храни Господь, Игнатий Тихонович. Лестница-то высокая, 13 ступеней. Такие лестницы, руками держаться за эти. Да все такое гнилое уже. Ну все тогда, давайте молиться, да и по домам. Вот сегодня мой ролик выставлен, и там собрание, и другое от собрания мы отрезали. А миссионерсти, послушайте. Это я ответ даю им. Этим мертвецам в рясах. Где Сергей-то? Ищите его. Давайте, помолимся. Ангел, вопияши, благодать нечистая, Дива, радуйся, И по кирику радуйся, Твой Сын воскресе, Три дни вина от гроба, И мертвые я воздвигну, И люди, веселитесь, Светися, светися, Новый Иерусалиме, Слава Бога Господня, На Тебе воссия. Ликуй ныне, Веселись о Сеоне, Ты, чистая красуся, Богородица, О восстании Рождества Твоего. Дайте, Качмайс. Милосердный Господь и Бог, Наш Создатель, Ты сотворил творение Твое, Великое и дивное во всем, И по-прежнему сохраняешь его. Ты показал нам начало, И предсказал конец существующего. Слава Тебе. Услыши нашу молитву, Пробуди пастыря, Священство Православной Церкви. Дай им страх Твою, Веру Твою Святую. И помоги с радостью Нести крест, Который каждому Ты возложил. Посети болящих, Сергея Парализованного, Анастасию, Татьяну. Благодарю Тебя За здоровье и за болезни, За друзей и за врагов, За все, что даешь, За доброе и злое. Хвала Тебе. Научи нас, Господи, Во всем Тебе доверяться, И правителей благослови. Дай им страх Твой святой, Патриарху, Епископам, Священникам и пасте, Дару и духовное рождение свыше. Тебе, Божья хвала, Тебе, Господи, слава, Тебе честь и поклонение, Наш любящий Отец Небесный. Аллилуйя. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. 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 Аминь.